Сегодня мы с вами закончим трактат Роша Шана, сделаем последние две страницы пятничной и субботней дофьоми, 34-35 страницы. Значит, здесь уже мишна-йод не осталось, это будет обсуждение последней мишны, которую мы прочли с вами частично, да, суммировали на предыдущем уроке. Значит, речь шла, во-первых, о том, как именно трубить, какие должны быть звуки, и здесь, в том числе, Рогимора обсуждает, откуда мы вообще знаем, что нужно по три раза еще все это трубить. Помните, мы сказали, что кроме того, что есть диспут, какие звуки должны быть посередине, труа или шварим, или шварим-труа, но кроме этого нужно все эти, сэдер вот этот, ткиа, потом какой-то прелюсти звука, потом ткиа делать три раза. А откуда мы знаем, на самом деле, что нужно три раза это делать? И откуда мы знаем, что должна быть ткиа до и после? Вот это все пытаются они доказать из стихов, некоторые из этих стихов, может быть, только лишь осмахта, то есть это, на самом деле, может быть раввинский закон, есть диспут, на самом деле Исторой сколько раз нужно трубить. Некоторые постановляют Аллаху, что нужно вот все три раза, а не Исторой. То есть Исторой, если бы знали, что именно Труа, достаточно было бы протрубить так. Ткея, Труа, Ткея и так три раза. А другие считают, что на самом деле Исторой может быть достаточно двух раз или даже одного раза. Дело в том, что некоторые из этих трублений сказаны по отношению к юбилейному году. В общем, мы сейчас сдаваться во все это не будем. Не так важно, что здесь Исторой, что Равинский закон. Я уже говорил, как у нас сегодня принято. Мы гораздо больше трубим, чем самый минимум. И обычно, почти во всех синагогах сегодня делают 100 звуков. Как я уже говорил, всего только из диспут. Как именно, да? Когда именно делают эти 100 звуков? Включают ли это во время тихого Шмоне-С-Рейли? После Шмоне-С целых 40 звуков делают, но всего у нас 100 звуков, так что мы выполняем заповедь всеми вариантами возможными. Но вот для нас следствие будет, что если нужно сделать трублением для кого-то, кто, скажем, болен и приходит специально для него трубить, то тогда сколько нужно минимум протрубить. Здесь гемора заключает, что человек, который молится один, да, у него отдельно он молится Шмоне-С-Рей, а отдельно ему трубят. Вот. И бывает для больных людей или еще для кого-то специально собираются, чтобы это протрубить. Специально приходят, чтобы протрубить, и вопрос сколько нужно трубить. Ну, в любом случае, Равинский закон или закон Туры, но 30 звуков, получается, это самый минимум для нас, потому что, как я сказал, есть три варианта, как именно делать труа посередине, и плюс к тому, всего нужно по три раза делать все варианты. Следующее обсуждение, это насчет того, что в митсву трубление, а также многие другие митсвы можно выполнить, даже если она затягивается. То есть, если человек, например, протрубил немножко утром, немножко после полудня, немножко к вечеру, весь день с восхода закода догодится для трубления. Поэтому, если даже он в течение девяти часов так трубил, да, каждый час по одному трублению, то тоже он выполнит заповедь. На самом деле, в отношении вот этих законов, и также Шма, и других законов, и чтения Мигилы, есть большой диспут, связанный как раз с нашей суги, и с подобными параллельными сугами в других местах в Талмуде. А именно, мнение Рама, что если человека прервали из-за онес, он не мог продолжать, то тогда, если он прервался на время, за которое занимает, сделать данную митцву, допустим, он читал Шма, и ему вдруг захотел сильно в туалет, и он, не дочитавши, побежал и сидел там долго, и когда он вернулся, да, за это время он мог прочесть все Шма, то тогда нужно заново читать. И также в других митцвах, которые, вот, если человек прервался, бионес, то нужно заново делать эту митцву, если заняло перерыв столько, сколько занимает, сделать всю митцву. И также будет тогда в отношении трубления, да, во всех законах Рыма так считает, а Рабиосифкара так не считает. Он считает, что только в Шмонесре, если прерваешься, тогда нужно возвращаться, если прервался на долгий срок, сколько занимает Кассио Шмонесре. Но в других законах, если прервался из-за онес, возвращаться не нужно. Теперь, самый конец митцвы, который мы вчера не обсуждали на предыдущем уроке, но который здесь как раз обсуждается, очень важный, там приводится диспут насчет того, в каких случаях человек выполняет митцву молитву Шмонесре тем, что слушает Хазана. Мы знаем, что вообще зачем установили повторение Шмонесре? Для тех, кто не умеет хорошо сам молиться, да, вставленных седуров не было, все было устным, не все помнили молитву Шмонесре, не все были баки, как говорится, не все разбирались в этом. Поэтому после тихого Шмонесре Хазан молится громко, и все, кто не умеют правильно молиться, слушали и выполняли заповедь. Сегодня, когда есть седуры, почти все умеют правильно молиться и могут без всякого Хазана вроде бы обойтись, но осталось все равно такано, что Хазан всегда повторяет Шмонесре, утреннюю молитву и Минху. Арвид не установили повторение Шмонесре, потому что Арвид сначала был необязательной молитвой, да, это был Ришут, поэтому те, кто не могут молиться Арвид, им не нужно было слушать повторение Шмонесре. Так вот, обсуждение здесь в том, все-таки может ли человек, который сам умеет молиться, тем не менее положиться на Хазана, внимательно слушать повторение Шмонесре, сначала до конца отвечать Амин, где положено, и выполнить заповедь таким образом. Так вот, Рабан Гамлиэль говорит, что да, а Рабан Гамлиэль говорит, что нет. И спрашивается, а зачем вообще тогда Хазану молиться Тихая Шмонесре, да, если мне даже, зачем самой общине тогда молиться Тихая Шмонесре? Сделали бы просто, чтобы Хазан громко молился, и все слушали, отвечали Амин, если можно выполнить заповедь с Хазаном по Рабан Гамлиэлью. Так вот это как раз здесь описывается в нашей суге, что спросили это Рабан Гамлиэль, и он ответил, что основная цель, чтобы сам Хазан, как говорится, миссадер, то есть приготовился, да, отрепетировал в Шмонесре сначала Тихо, то есть все молятся Тихо, и у Хазана есть возможность первый раз молиться Шмонесре Тихо, чтобы отрепетировать как бы, а потом он уже громко будет молиться как следует. Это, видимо, когда не было сидуров в особенности было важно, чтобы он сначала молился Тихо, и, соответственно, потом смог молиться громко, не ошибаясь, не путаясь. Очень интересно и странно, да, казалось бы. Соответственно, по мнению Хахамим, что другие, баки, кто разбирается в Шмонесре, не могут быть йодси с Хазаном, так он их спросил, а зачем тогда вообще молиться Хазану, повторяя Шмонесре, и они, конечно, ответили, что он молится для тех, кто не знает, как молиться, что повторяя Шмонесре установлено для тех, кто не баки. Поэтому всегда повторяя Шмонесре, вдруг кто-то есть, кто не знает, как молиться. И, как я уже говорил, в наше время это маловероятно, но все равно токана установления Хазара осталось, как было. Конечно, есть другие причины на все это, и каббалисты, у них там есть свои объяснения, в чем смысл повторения Шмонесре, связанное там с исправлением в духовных мирах. Я сейчас в этом вдаваться, разумеется, не буду. Так вот, тут много довольно интересного, особенно на последней странице, вот здесь неполная страница, это будет дафьем и субботы, 35-й дафь, он неполный, да, и только с одной стороны. Так вот, здесь как раз обсуждается многое из вопросов по отношению к Рабангамлиэлю. На самом деле, в халахе приводится, что в каких-то случаях и мы полагаемся на повторение Шмонесре. Хотя мы все баки, мы все можем молиться сами, но есть случаи, когда разрешают положительно повторение Шмонесре. Один из таких случаев, если человек, скажем, помолился в Рошхотэш молитву и забыл сказать, я леви а во, то разрешают ему просто послушать повторение Шмонесре, если он не хочет заново сам молиться, и он в синагоге находится уже, да, только закончил тихо Шмонесре, сообразил, что он забыл я леви а во, то можно положиться на хазарат Ашатс. И так еще есть определенные случаи, когда разрешили на это положиться. Разумеется, человек сам не уверен, нужно ли ему молиться заново, бывает, что есть диспут, нужно ли молиться заново, то лучше положиться тогда на хазарат Ашатс, на то, что слушаешь внимательно, повторение Шмонесре. Проблема в том, что в наше время считают, что люди вообще плохо слушают. У нас внимание, когда по-мински attention span, да, у нас внимательность очень-очень слабенькая, мы очень недолго можем вообще на чем-то концентрироваться. Не знаю, как было раньше, но почему-то считают, что вот именно в наше время люди не очень концентрируются. Поэтому простоять все Шмонесре сначала до конца внимательно слушать очень сложно. Понимаете, человек сам молится, да, если он произносит слова, не очень думая о том, что говорит, если он хотя бы в первой броке понимал, что говорит, то он выполнил заповедь. Потому что когда произносишь, ты делаешь сам акцию, ты сам произносишь слова, да, если ты не думаешь об этом, ты выполняешь заповедь молитвы. Только вот в первой броке обязательно нужно понимать, что говоришь. А вот во время повторения Шмонесре, если ты хочешь положиться на хазана, тут уже нужно внимательно слушать то, что ты сам никакой акции не делаешь, поэтому если ты еще не слушаешь внимательно, а думаешь о другом, то не исключено, что ты вообще не выполняешь заповедь. Поэтому сегодня вообще не очень полагательно повторение Шмонесре. Кроме того, многие хазаны, они когда когда говорят Модим, они делают это очень тихо, потому что все говорят Модим с ними, и получается, что даже тот, кто хочет быть Йоци с Хазаном, если он хочет выполнить запад, слушая Хазана, он должен так стать, чтобы слышать внимательно то, что говорит Хазан, в том числе Броху Модим. В общем, на практике сегодня не очень-то полагается на то, чтобы слушать повторяющий Мунеса. Кстати, интересно, был когда-то обычай, тут Гемора приводит мнение, что есть разница между длинными молитвами Рошашана и Йомкипура, когда без Сидуров трудно было помнить все эти молитвы редкие, и тогда полагались на Хазана. Так вот, был обычай в некоторых местах, очень интересный обычай, который приводят старые источники, что они даже вот мусов Рошашаны, помните, я говорил, что это самая сложная, самая длинная молитва мусов Рошашаны, они тоже сначала молились тихо, короткую молитву, то есть мусов Рошашаны не отличался особенно от мусов и других праздников, было всего семь благословений. И только в повторении Шмунеэсра они уже слышали все эти молхиот, зихрунот и шофарот, все эти длинные брохи, то есть получается, что сначала тихо молились обычный мусов, коротенький, а потом слушали в повторении Шмунеэсра уже от Хазана все эти девять благословений. Такой обычай когда существовал, сегодня он нигде больше не сохранился, у нас везде молятся все тихо тоже, все девять благословений. И самое последнее здесь тоже очень интересно обсуждается, что по, так на самом деле заключение в каком-то смысле Талмуда, что даже во время благословения Коэна те, кто не пришли в синагогу, включаются в эту броху, если они не могли прийти, если был Онэс, но если человек находится в синагоге или мог прийти в синагогу, то он должен стоять именно перед Коэнами, что получить благословение нужно быть лицом к тому, кто тебя благословляет, а не за его спиной. Поэтому вы заметите, если в синагогах Коэны так встали, допустим, что там такая планировка синагоги, что Арон находится не в самом впереди синагоги, а как-то выступает немножко, и есть люди, которые сбоку стоят еще дальше, чем Арон, еще более впереди, чем сам Ковчег. Поэтому когда Коэны встают перед Ковчегом, они, получается, не всех покрывают, есть люди, которые оказываются сзади Коэнов, то им нужно тогда отойти, чтобы оказаться сбоку, допустим, как-то перед Коэнами, но не сзади, не за спиной у Коэна. Очень интересная концепция, вообще, что нужно благословлять, иметь в виду, как бы концентрироваться на том, кого благословляешь, поэтому нужно стать лицом. Кстати, и те, кого благословляют, следует им стать лицом Коэна, не как некоторые отворачиваются спиной. И на этом мы на сегодня закончим. И без Раташем, следующий трактат у нас будет, трактат Таанит. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok